В эфире программа «Вызов принят». Здравствуйте! В ближайшее время обо всём, что связано с нарушениями закона. Смотрите сегодня. Череда подростковых суицидов. Четыре жизни за две недели. Закономерность или совпадение? Об итогах деятельности войск Росгвардии в регионе рассказал руководитель областного отдела. Электронные браслеты как альтернативное средство наказания для условников и как мера пресечения для подследственных. Кто, кроме экс-чиновников, подлежит окольцовке? Узнаем в областной инспекции УИС. Жизнь в нашем городе всё больше напоминает сюжет для триллера. Вот уже четвёртый случай за последние две недели, когда подросток решил свести счёты с жизнью, произошёл в минувшую среду. Причины случившегося пока выясняются. Тенденции это или всё же единичные случаи? Разбираемся вместе с корреспондентом телекомпании. За последние две недели в Рязани произошло сразу несколько трагедий. В разных концах города покончили жизнь самоубийством четверо юношей. Совпадением это назвать сложно. Молодые люди примерно одного возраста, от 17 до 25 лет. Все они выбросились с крыши многоэтажного дома. При себе у них не было ни мобильных телефонов, ни документов. Поэтому усыновить личности всех погибших пока не удалось. Специалисты связывают эти трагедии с активизацией групп смерти. 23 ноября была годовщина вот этой, в кавычках, героини Рины Поленковой, которая покончила жизнь самоубийством в Уссурийске. И к этому времени подростков начали очень серьезно подогревать организаторы групп смерти. Плюс к этому привело задержание Филиппа Будейкина. Напомним, что Филипп Будейкин, он же лиз, администратор группы смерти. Явление в социальных сетях, где подростков помимо их воли склоняют к суициду. В этой войне агрессоры используют все средства. От шоковых видео до готовых рецептов. Новый всплеск информационной атаки ожидается 26 декабря. Подросткам вновь будут навязывать, что суицид – это решение всех проблем. И средства для привлечения внимания, умалчивая горькую правду. Сотрудники Центра защиты детей от интернет-угроз уже создали петицию, призывающую органы государственной власти разработать новые методы борьбы с IT-угрозой и закрыть опасные группы в сети ВКонтакте, как это сделало руководство Фейсбука. Психологи, в свою очередь, рекомендуют родственникам заняться профилактикой. Одна из самых лучших защит для человека – это социальная поддержка, включенность человека в социум. У него должно быть хорошее отношение с семьей, хорошее отношение с друзьями, хорошее отношение на работе. В этом случае, когда он много общается, он много знает, его кругозор широк, его не так просто сбить с пути, не так просто повлиять на него какими-то воздействиями. В зону риска обычно попадают люди, которые находятся в нестабильном эмоциональном состоянии. Это может быть связано с временными неудачами на любовном фронте или в карьере. В такой ситуации человек замыкается в себе и легко подвержен чужому влиянию. Особое внимание нужно проявить, если в разговоре подросток упоминает темы, связанные со смертью. Как правило, это не сигнал о том, что да, он действительно собирается себе навредить, это сигнал о том, что ему чего-то недостает. Ему недостает эмоциональной поддержки, ему недостает понимания, ему недостает, может быть, живого родительского интереса. Не рекомендуется подростку после таких выражений тащить к врачу, лечить, прописывать таблетки. Ни в коем случае. Это повод просто с ним поговорить. Если это, конечно, не тяжелый случай, например, если суицид продиктован длительной депрессией или каким-то психологическим расстройством. Помимо поддержки родственников, можно применять и методы самопомощи. Безопасными и доступными лекарствами являются арт-терапия, танцевальная терапия и занятия по интересам. Чем больше вдохновения и позитивных эмоций вы получаете, тем сложнее злоумышленникам сделать вас жертвой и сбить с правильного пути. В уходящем году в Рязанской области появилась новая военная организация. Войска Нацгвардии объединили сотрудников ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны. Состоялась первая встреча руководства отдела с журналистами. Начальник Росгвардии Рязанской области рассказал о первых итогах работы войск в регионе. К настоящему времени завершен первый этап формирования отдела Росгвардии по Рязанской области. В состав отдела вошли подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Указанные подразделения в полном объеме приступили к выполнению возложенных на них задач и функций. В результате проведенной работы по переводу сотрудников и работников из МВД России удалось сохранить качественный и профессиональный состав подразделений, вошедших в территориальный отдел. Отмечу, что сотрудники отдела Росгвардии по Рязанской области проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию. На сегодняшний день полностью готовы выполнять задачи, поставленные президентом Российской Федерации, директором Росгвардии Российской Федерации, командующим Центрального округа Росгвардии Российской Федерации. Одной из основных задач отдела является участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, которая выполняется качественно и в полном объеме. Служба дневностной охраны продолжает работу по охране имущества граждан и организаций на договорной основе. В настоящее время под охраной находятся 3417 объектов. С начала года не зафиксировано ни одной попытки краж сохраняемых объектов. Подразделения лицензионно-решительной работы осуществляют контроль за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью. Что касается подразделений ОМОН и СОБР, их сотрудники выполняют задачи по оперативному сопровождению, силовому прикрытию оперативно-розыскных и иных спецмероприятий, а также участие в охране общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных и массовых мероприятий. Эти подразделения постоянно находятся в состоянии боевой готовности к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств и к выполнению повседневных оперативно-служебных задач. За прошедший период 2016 года подразделения ОМОН и СОБР участвовали в проведении 270 спецопераций, в ходе которых было задержано 230 правонарушителей, найдено и обезврежено 9 взрывных устройств. С 1 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года начался второй этап формирования войск Национальной гвардии. В это время подразделение будет нацелено на выполнение концепции развития Росгвардии, совершенство нормативно-правовой базы, оптимизация организационно-штатной структуры отдела. Третий завершающий этап начнется 1 сентября будущего года и продолжится до 31 января 2018 года, который поставит окончательную точку – в становлении отдела. Бойцы ОМОН, отделы Росгвардии по Рязанской области уже включились в работу по поддержанию общественного порядка в городе. Совместно с полицейскими росгвардейцы провели обширные рейдовые мероприятия, в частности, выявили нарушения со стороны мигрантов. Участковые и уполномоченные полиции пресекли фиктивную регистрацию иностранных граждан, которую по своему адресу на улице «Интернациональная» осуществила 45-летняя женщина. Проводится проверка по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В ходе рейдовых мероприятий в московском районе города Рязани были обследованы места массового пребывания и компактного проживания иностранных граждан. В подразделении полиции было доставлено большое количество иностранных граждан, которые прошли процедуру фотографирования и дактилоскопирования. В отношении семерых иностранных граждан составлены административные протоколы по статье 18 КААП РФ нарушение иностранным гражданинам режима пребывания в Российской Федерации. Нарушителям грозит серьезный штраф. В преддверии новогодних праздников полиция Рязанской области несет службу в усиленном режиме. Рейдовые мероприятия продолжаются. Еще в середине ноября суд приговорил бывшего заместителя министра сельского хозяйства Рязанской области Геннадия Ноздрина к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5,5 миллионов рублей. После окончания срока бывший чиновник будет лишен права занимать должность на госслужбе в течение трех лет. Однако защита чиновника подала апелляцию и теперь дело рассмотрят в областном суде. Дело направлено в суд, вынесен приговор. Он в настоящее время в законную силу не вступил. Обжалуется стороной защиты. Ноздрин был задержан 11 августа прошлого года за получение взятки в размере 500 тысяч рублей. Взятка датель, руководитель сельхозпредприятия в Александрневском районе ОАО имени генерала Скобелева Михаил Глазков. Заключение под стражу замминистру сменили домашним арестом, как только он начал сотрудничать со следствием. По версии следствия, деньги от Глазкова Ноздрин брал в качестве отката за предоставлению субсидий. Следствие установило и суд счел это утверждение доказанным, что Ноздрин набрал от подопечных аграриев еще взяток на 140 тысяч рублей за совершение действий по оказанию мер господдержки в интересах возглавляемых ими предприятий. Так вышло, что экс-замминистру Ноздрину пришлось в течение всего следствия носить электронный браслет. Это один из альтернативных видов наказания, пришедшие в Россию с запада. О том, насколько хороша эта новинка, твердили все информационные источники. Сегодня мы узнали о том, как в Рязанской области обстоят дела с окольцовкой осужденных. И кто, кроме замминистра, носит такие браслеты. Говорить о новом виде альтернативного наказания ограничения свободы с применением электронных браслетов начали еще в далеком 2006 году. На сегодняшний день в регионе к ограничению свободы осуждены 26 человек, которым применяются электронные браслеты. Национальное контрольное устройство совместно с электронным браслетом позволяет контролировать меры посещения в виде домашнего ареста. Телефон только в виде телефона. Устанавливается он дома. И если осужденный выходит за пределы квартиры, то сотрудник, который осуществляет контроль, срабатывает, сразу выдается сигнал, что осужденный покинул то помещение, где ему прописано находиться. Наказание в виде ограничения свободы назначается по приговору суда как в качестве основного, так и в качестве дополнительного. В ряде случаев осужденные обращаются в суд с ходатайствами о смягчении назначенного им наказания. Постановлением суда с учетом личности осужденного оставшийся срок может быть заменен ограничением свободы. В таких случаях и применяются электронные средства надзора и контроля, проще говоря, электронные браслеты. В настоящее время данные браслеты применяются для обеспечения контроля за исполнением осужденными к ограничению свободы. Таких запретов, как выходить за пределы жилого помещения в определенное время суток, запретов на выезд за пределы определенного муниципального образования, соответственно, приговор суда. На столе предметы, на первый взгляд, совершенно не связанные между собой. Этот комплекс и есть устройство электронного слежения. Система электронного мониторинга под учетных лиц состоит из стационарного контрольного устройства, мобильного контрольного устройства, которое носится на поясе его осужденного, и электронного браслета, который надевается на ногу осужденному. Браслет изготовлен из прочного материала, полностью герметичен и влагозащищен, предназначен для длительного ношения на ноге. Перед тем, как надеть его, измеряется лодыжка и подгоняется ремешок по ноге так, чтобы оставалось место для носка. Затем с применением специального инструмента сжимается застежка замка, в котором есть специальные контакты. Каждое контрольное устройство имеет индивидуальный уникальный номер, который заносится в базу данных и закрепляется за подконтрольным лицом. Это дает возможность контролировать, чем в течение суток занимается осужденный. Контрольные устройства оповещают обо всех попытках снятия и повреждения браслета, о длительном отсутствии движения, выходе за пределы охранной зоны и иных нарушениях со стороны осужденного. Информация о нарушениях своевременно поступает на стационарный пункт мониторинга, расположенный в инспекции. Тот, кто повреждает намеренный браслет, ему выносится предупреждение о замене и ограничении свободы на лишение свободы. Если это повторно, то тогда инспекция выходит в суд на замену на лишение свободы. И если это не несет материальную... то есть так же наступает процесс материальной ответственности. Когда проводится по данному факту служебная проверка, выходят сотрудники в суд, и суд уже на основании нашего представления выносит решение, где за данного осужденного взимается та стоимость, которую он повредил, найдется ущерб государству. Точную стоимость комплекта оборудования назвать трудно, удовольствие не из дешевых, но это гуманная и эффективная мера пресечения в отношении тех, кто совершил преступление средней тяжести. Уголовная исполнительная инспекция исполняет наказание и иные меры уголовно-правового характера, которые не связаны с изоляцией осужденных от общества, такие как наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничение свободы. Уголовная исполнительная инспекция осуществляет контроль за условно осужденными. Осужденными которым судом предоставлена отсрочка. Кому конкретно применить электронные браслеты, как долго осужденному ходить с таким украшением, решает суд. А инспекция контролирует исполнение. На этом у меня все. С вами была программа «Вызов принят». До следующих выпусков. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин